Расчистка русла реки Кепша идет полным ходом. В прошлом году здесь сошел сель, затопила часть одноименного поселка. Главе города докладывают, осталось вывести 15 тысяч тонн грунта. Работы планируют завершить к середине ноября, как раз к сезону дождей. Детский сад номер 117 поселка Кепша, следующий пункт остановки в маршруте объезда. В здании нужно заменить систему отопления. Горячие батареи только в игровой комнате и спальне дошкольного учреждения. Из-за отсутствия разводки и недостаточной мощности котла все остальные помещения обогревают при помощи кондиционеров. Переход на газ, говорит заведующая детским садом, позволит организовать еще две группы для детей в возрасте от 5 до 7 лет. А в соседнем поселке Красная Поляна, с учетом его интенсивного развития, уже требуется строительство еще одного детского сада. Место для него практически выбрали. Возможно, это будет участок на улице Защитников Кавказа. Здесь находились аварийные дома. Часть уже снесли, остальные разберут в ближайшее время. Надобность есть здесь? Да, тут очень большая надобность. В Поляне очень большая. Тем более, это центр Поляны. Посмотрите, вот этот участок, который будет сноситься барак, он все равно убирается. И общая площадь участка, и все типовые проекты, которые могут сюда зайти. Чтобы уже мы поставили точку сегодня, здесь в любом случае никакого жилья строиться не должно, только строение социальной направленности. Параллельно со строительством детских садов и школ на курорте решают проблему и с набором персонала для новых социальных объектов. Глава города осмотрел площадку под строительство второй очереди социальных домов на улице Очешковской. В них получат квартиры переселенцы из аварийного жилья, а также педагоги и врачи, которые готовы переехать на работу в Красную Поляну из других городов. Мэр также встретился с местными жителями, чтобы узнать, какие именно проблемы требуют внимания муниципальных и краевых властей в первую очередь. В частности, сельчане просили власти для удобства их детей внести коррективы в расписание школьных автобусов, а на дорогах установить дополнительные пешеходные знаки. Говорили и о предстоящем зимнем сезоне. В частности, местные жители предложили ввести скипасы для многодетных. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ.